привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это шепард это масс эффект легендарное здание 2 масс эффект мы с вами находимся на омеге принципе по заданию самары по ее личному заданию ну нашла я тут в прошлой серии дополнительное задание вот от всех соларианцев вернее от одного от и шап по моему так его звали и в принципе продолжаю я сейчас увидела что тут такой тут такая неоновая рекламка и знаете что я поскольку сразу продолжаю писать дальше не буду я наверное ничего менять ничего смотреть как будет так и будет в конце концов это дополнительное задание я не думаю что прям что-то такое радикально у нас изменится единственное что я хочу я хочу все-таки сходить еще раз здесь как я и собиралась посмотреть товары 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 подожди товары где-то не тут так хитро были все которые мы с вами еще не видели здесь нет а вот 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 да 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 уж у карта так ну-ка что у нас тут есть карманы для снаряжения броня терминус буря это тяжелое оружие так понимаю излучатель 5000 наверное нет дело в том что очень мало осталось у нас с вами очень мало осталось у нас с вами всяческих дверь кредитов так частная территория допуск закрыт так ну ясно здесь эти товарищи что где еще мы не видели пророк который кричит покайтесь поговорить с самарой такие места приходят в поисках лучей жизни приходят и получают это мире полном преступности полной жизни личности превращаются в нищих они заслужили защиту если я выживу после нашего задания возможно я вернусь о и поговорить с тайном у вас друзья прорвало последний раз когда я был на омеге мне не удалось найти на работу никогда не подумай что в таком месте не найдется работа для наемного убийцы похоже местные жители умеют сами решать свои проблемы а те кто не могут с ними работать не хочется хочу раньше об этом не говорили мы здесь принципе уже пробегали так вот так вот так ну туда мы с вами ходили а здесь вид он ли вышибала что вас интересует отчитан такое вид часть клуба для своих вам что-то нужно а мне можно мне хотелось присоединиться это не лучшее место для вас на главном танцполе загробно жизни отличные напитки хорошая музыка все понятно проваливается называется мягко говоря ну тут проваливается как проваливается рынок можно было с кем-то поговорить или это просто надпись это просто надпись горка у нас тут сидят и тела валяются как далее и тому подобное можно зайти еще сюда давайте мы так и сделаем весело так и это у нас омега и загробная жизнь азари что ли да азари так ну ладно мы не будем отвлекаться целурианец бармен давайте-то сразу бы делу подруга на корабле на омеге как можно было к ней пройти я уже плохо помню или это у нас там было два этажа верхний и нижний так подождите подождите самара 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 так нет мы опять сюда вышли а я хотела знаешь куда выйти вот тут еще одна из дверь здесь мы прошлый раз встречались с кроганом вспоминаю потихоньку вот и здесь можно выйти выше этажом а и Продолжение следует... Причем, я так понимаю, ее дочка-то, она что же, Азари? Ну, кстати, еще не факт, что она тут. Так, подожди, как можно было зайти к этой-то? А, вот здесь вот. Гриз-з-з. Гриз-з? Здесь не на что смотреть. Антоу. Ляра? Фу, Ляра, господи. Тьфу, тьфу, тьфу. Ария. Что ты нуждаешь? Мне нужны сведения по поводу дочери Самара. Где-то здесь прячется Баглян Казари, она Ордат Якши, ее нужно найти. Да я знала, ничто так не опустошает тело, как Ордат Якши. Ты ничего не сделала, чтобы ее остановиться? Зачем это мне? Она не пыталась меня соблазнить. Ее последней жертвой стала молоденькая девушка, жившая в квартирке неподалеку. Я бы начала искать отсюда. Ладно. Спасибо за помощь. Удачи в поисках, еще больше удачи в поимке. Найдите комнату последней жертвы. Марнит. А где же ее искать? Так, это личное помещение. Блин. Где выход-то? Ладно. Кто-то делает этот батареянец. Его тут раньше не было. Этого так и не пускают. Слушай, а где мне искать квартиру? В апартаментах? Ага, наверняка в апартаментах, да? Я так понимаю, да? Это поэтому они были закрыты? Так что, Ишь, можно с тобой уже... Здравствуйте опять, мои друзья. У вас что-нибудь есть для нас? Я зайду попозже. Разумеется, где мне найти, вы знаете. Игей. Улыбается такой. Ты что хочешь пошатнуть империю? Ты самый... Лорак. Вот. Как под себе башку не отрезали. Дружище. Так, я туда иду. Ну да. Вот. Перед все апартаменты нам доступны. Диана. Давай, разговаривать. Вы пришли по поводу моей дочери. Нев умерла неделю назад. Но никому нет до этого дела. Врачи сказали, что произошло кровоизлияние в мозг. Но это ложь. Ее убили. Кто-то убил Нев. Убил мою дочь. Я тоже считаю, что ее убили. Я ищу убийцу. О, спасибо. Как тяжело, когда никто тебе не верит. Я осталась совсем одна. А вы... Вы люди Ари? Ну, скажем так, что не совсем. Я здесь, чтобы помочь. Так важно, кто меня послал. И кто больше на этой паршивой станции не заинтересован смертью Нев. Если вам удастся сделать хоть что-то, я помогу всем, чем смогу. У вашей дочери было много друзей? Не очень. Она была очень сиха, с друзьями не гуляла. Все больше занималась своими скульптурами. Последние несколько недель все изменилось. Она заговорила о базаре. Марнит. Маринт. Понятно. Она мне не нравилась. Тоскала Нев по клубам и, я уверена, давала всяческие наркотики. А ну-ка, расскажите-ка мне о ней больше. Об этой Азаре. Маринт. Я ни разу ее не видела, но Нев называла Численник Королевы. Как будто кроме нее, а все вселенные больше никого и нет. Знакомые слова. Самара, Маринт держит своих жертв на наркотиках, она управляет ими только силы воли. Наркотики – это просто стиль. Она любит клубы, любит басы. Как Маринт причинила зло моей дочери, она... Я совершу правосудие над тем, кто это сделал. Клянусь. Обещаю вам, скоро она может спать спокойно. Да, я надеюсь. Моя бедная детка. Тихо, 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 не плачь. Так. Нев посещала какие-то определенные заведения, она всегда была такой тихой, даже работала здесь на дому. А пару недель назад друг начала постоянно бегать в вип-зону этого клуба, дальше по улице. Тут единственный клуб, по-моему. Туда, кажется, пускают только по какому-то паролю. Перемена была внезапная, она оказалась устала и растерянной, когда рядом не было Маринт. Так, еще про Нев расскажи мне. Расскажите о вашей дочери. У моей Нев внутри словно огонь горел. Уж на что она была скромницей, она такой творческой, целеустремленной. Лучшей дочери не пожелаешь. Она была художником? Как же так? Она была скульптором. Несколько галерей интересовались. Говорили, что у нее очень свежая работа. А, черт возьми. Ну, а уж это богема. Так, мне надо здесь все осмотреть. Вы не будете против, если мы осмотрим комнату? Не хочу ничего потревожить. Ее одежда, картины, скульптуры. Все стоит на тех местах, когда она была здесь. Так останется всегда. Мой ребенок ушел. Она ушла. Ах, спасибо. Простите, я так по нескучаю. Все в порядке. Мы все испытываем горечь утраты. Я знаю, каково это потерять дочь. Я отомчу за нее. Спасибо. Пожалуйста, если вы... Это поможет найти убийцу. Смотрите ее вещи. Мы будем аккуратны. Я осмотрю ее вещи. Ух, да, блин. Вот так вот. Одна мать, которая потеряла дочь, и вторая мать, которая собирается убить свою дочь. О, господи, Тейн, я и забыла, что ты тоже тут. Блин. И это все? Такая комнатка. Статуя. Ну, когда мы осмотрим. А это создало НЭП. Один человек предложил мне 4 годовых зарплаты за это. Но я не отдала. Так. Так, там есть записка и есть дневник. Что еще? Тут есть больше ничего, да? Вот это у вас апартаменты. То есть тут же и сортир, тут же раковина. Никакого подобия душевой я не вижу. Ящики всякие, книжки стоят. А где она делала свои скульптуры? Тоже здесь. Астрофа. Это какая-то будка. Вообще ужас. Прочесть первую запись, середина и последнюю. Давай читать по порядку. Привет, дневник. Цикл 35, итог 671. Мне так много нужно тебе рассказать. Я назвала имя Джурта, и меня пропустили в вип-зону загробной жизни. Мне казалось, что на меня все смотрят. А потом рядом со мной стала танцевать очень красивая Азари. Она двигалась подобно воде. Цельная, ритмичная, но при этом гибкая, изменчивая. Она меня зачаровала. Потом я с ней танцевала. Мы пошли на пикник, и теперь собираемся встретиться завтра. Неужели я из Рощинка? Маринк же девушка, и к тому же не человек. Когда мы танцуем, я через меня строится в Хеликс. Она так на меня смотрит, с таким голодом, с таким желанием. Никто на меня так раньше не смотрел. Сегодня мы с ней поцеловались. Она пригласила меня вечером к себе. Что бы ни случилось, я хочу всегда быть с ней. Она может продать мою работу. Мы будем жить в каком-нибудь красивом месте. Как те женщины из Вэнья, из любимой... Как мне могло так повести? Я ведь ничем не примечательная девочка с Омеги. Эх ты, эх ты. Это работа Маринк. Ее привлекают художники и творцы. Все, в ком есть искра, и все, кто и отдаляется. Сначала она заманивает жертву своей искушенностью и сексуальностью, а потом наносит удар. Процесс интересен ей, не меньше результата. Она убивает во время секса, и я с ней спать не собираюсь. Может быть, Шепард, вы заслужили право болтать без умолку, но сейчас... Маринк общается с вами сразу на низких уровнях. Ее тело говорит о невообразимых удовольствиях. Армад пробуждает сокровенные чувства. Ее глаза обещают вам то, о чем вы боялись попросить ее, Шепард. Она продолжает звучать даже тогда, когда она замолкает. Да уж, Хищник, она действительно идеальна. Она больше похожа не на генетического рода, а на идеального убийцу. Так было с тех времен, когда мой народ собирался по ночам у костра. Как знать, может, это не дефект, а симбиоз. Не стоит врываться в ее логово. У нее наверняка заготовлено сотни пути отступления. Она залежет на дно, лет на пятьдесят. Мне никогда не удавалось подобраться так близко. Ну, давай... Значит, нам надо выманить ее. Точно, Шепард, вы читаете мои мысли. Она любит охотиться в вип-зоне загробной жизни. Вам придется отправиться туда в одиночку без оружия. В смысле, я буду приманкой? Она придет за мной? Вы можете выманить Марин. Если она заметит меня, наверняка сбежит. Но перед вами она не устоит. Ваше искусство на поле боя. У вас есть иск, которая привлечет ее. Ваша сила выманит ее. То есть, без оружия? А как... Я пойду туда без оружия и прикрытия? Я буду наблюдать из тени, Шепард. Клянусь, без присмотра ты не останешься. Но вот, друзья, с пушками придется оставить где-нибудь в другом месте. Марин, ты очень осторожна. Она просто исчезнет. Тут нужна аккуратность. Поверь мне. Пошли. Не будем терять время. Понимаю. Поговорим, когда будем на месте. Так, подожди. А тут еще была записка. Нев, я посылаю тебе голограмму элл-скарского художника. Его стиль безупречен. Только не рассматривай слишком пристально, иначе сойдешь с ума. Я не хочу, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое. Не терпится чего. Вип это... Ну, я не успела прочитать. Давай еще раз. По поводу Форта идет разговор, да? Хорошо. Встретимся на месте. Итак, нам надо вип-зону. Диана. Снова здравствуй. Удалось что-нибудь найти, могу я как-то помочь. Нет, пока... Пошел. Мне надо идти. Я еще пока в процессе. Так, жалко, что я не могу поговорить со своими спутниками, что Тейн обо всем этом думает. Например... Ну, хотя... Покатись. Итак, вип-зона. Подожди, подожди, подожди. Вип-зона. А там ли она была? Откуда нас не пускали-то? Вот. Вип-зона загробной жизни. Блин, блин, блин. Не-не-не. Мне не сюда. Так, теоретически, я могу и так пройти. Но зачем мне делать такие канделябры, да? Что здесь есть? Черт, тут Нормандия. Не-не-не. У меня не в Нормандию. А что значит оставить? Я же не могу Тейну как-то вот так вот сейчас сказать, что... О, отвали. Наверное, это как-то произойдет автоматически. Так, вот. Вип-онли. Что вас интересует? Джарут меня послал. Мне говорили, что главный танцпул. Джарут, так Джарут. Предупреждаю, если вы начнете драку, вам не поздоровится. Если кто-то нападет на вас, защищайтесь. Интересное предупреждение. Так. Ага. Сама рассталась там за ящичками. Тейн, очевидно, остался. Вам придется идти в одиночку. Маринт будет наблюдать. Как любой хищник, она очень осторожна. Вам нужно разжечь ее интерес, чтобы она подошла. Встретившись, мягко убедите ее пригласить вас в дом. Я буду следовать за вами на расстоянии. И когда вы останетесь наедине, захлопну ловушку. Знайте, пока я не доберусь туда, вы в большой опасности. Она ведь доведет вас до беды. Если вы будете осторожны, сами захотите, чтобы она сделала это. Так. Как мне пробудить к ней интерес, не разговаривая с ней? Ее может привлечь мужество или самоубийственная отвага. А раньше кого-нибудь защищаетесь, она будет в восторге. Нарвитесь на драку, покажите свое умение, пройдите красиво. Чет заполненный, начнет кнопку. Она захочет обладать вами, как только увидит. Остальное лишь вопрос, как победить ее осторожность. Блин, что-то какие-то прям задачи. Как убедить ее отвезти меня домой? Она обожает силу, прямоту и напор. Скромность, вежливость и покорность вызывают у нее лишь скуку. Насилие восхищает ее. Вам придется... Пришлось... А, вам приходилось убивать Шепард. Ей это понравится. Подойти к ней, когда она будет одна, а затем стать жертвой ее очарования. Для этого потребуется... Я буду рядом. Я приду за вами Шепард. Давайте с ней так же, как я верю вам и уважаю вас. Я не знаю Шепард, знаем ли мы что-то... Хорошо, еще... Что мы еще знаем о Марнит? В журнале НЭФ есть запись, что Марнит любит танцевать, когда находится под действием наркотиков. Вспоминается фильм под названием «Венея», кажется, что-то о гламурных женщинах. Записка, в которой сообщила, что ей нравится художник Фэфэ какой-то. Шепард, это все, что нам известно. Блин, еще бы запомнить. Ладно, наверное, я знаю, что сделать. Начнем. У нас будет один шанс, малейшая ошибка, и Маринт исчезнет. Если вам что-то не ясно, спросите меня, я буду ждать здесь. Еще одно, Шепард, спасибо. Мне нелегко делиться с своим временем, и я с трудом могу представить кого-то другого на вашем месте. Самара. Киев все-таки противоположности, Лиара и Самара. Отся эти Азари, я вам скажу, ищут все штучки. Так, Ви. Ты кто? Эй, не знаешь, где достать билеты на изгнание? Эта красотка Азари сказала, я хочу того же, что она. Я должен сдобыть билеты. Изгнание 10 играют уже завтра. Так, нам надо хамить, да? Отвали от меня, короче. Мне так хочется кого-то ударить. Ты так близко. Эй, не заводись, все нормально, я отойду. Так, мы привлекли внимание. Хмель, ударить. Соглашайся, я заплачу. Я говорила тебе, изображаешь недотрогу. Да не ломайся, я плачу щедро. Пойдем ко мне, вкусы у меня вполне простые. Отвали, я танцовщица, а не шлюха. Вот это рот, умеешь им работать? Женщина просила тебя уйти. А что такое? Я просто веселюсь. Это не твое дело. Бац, бац, бац. Бац. Веселье подходит к концу. Спасибо, охрана что-то не спешила на помощь. Так, ну ладно. Так, побузили. Неплохие деньги завелись. Так. Что еще можно сделать? Потанцевать? Скорбить? Выпить надо. Служить из своих клиентов. Так, а давайте-ка выпивку закажем всем. Вы уверены, здесь сегодня много народа? Это вам влетит в копеечку. Давай. Мне денег хватит. Минуточку. Это славный господин предлагает выпить всем за его счет. Ура. Герои себе позаработали. Ладно, пьем. А мы сами выпьем. Отличная идея. А метод-то нальешь отличная идея? Я не знаю, зачем мне оскорблять кругом. Вера, танцевать. Давай с Верой потанцуем. Давай потанцуем. Я буду танцевать рядом. Если вы хотите представить, что мы танцуем вместе, воля ваша. Мне будет приятно представить это. Шепот, ты просто не отразим, блин, в своем костюмчике. Это не Марнит? Меня зовут Марин. Я за тобой наблюдала. Кажется, сегодня ты здесь в центре. Внимание. У меня есть местечко в цели. Не присоединяешься ко мне? Иногда я прихожу сюда ночью и поговорить совсем не с кем. Только изредка встречается кто-то интересный. Сегодня это вы. Почему так? Может, я не знаю. Я уверен. Блин. Так, что говорить? По-моему, не надо ей поддакивать. Да, типа того. А что значит, я уверен? Ну, похоже. Давай скажем, я уверен. Я знаю, что мне нравится. Точно? Юстициары. Путешествия, искусство. Музыка. Семья. Мне нравится искусство. Ну, как вы, Астонис? Она затягивает темную сторону моей души. А у вас как? А мне нравится Элкорф Форта. Вы знаете, художника Форта. Я не думала, что кто-то еще здесь им интересуется. Он просто великолепен. Искусство очень разнообразно. Я видела видеозаписи более впечатляющие, чем иные из скульптур. Боевики. Венни, что такое Венни, Венни, Венни. Что такое Венни? Венни, блин, что-то знакомое. Как вам, Венни? Обожаю ее. Все две актрисы невероятно красивы. Нужно будет посмотреть. Мы могли бы это сделать вместе? Путешествие ее не интересует. Семья. Мюстицары. Музыка, наверное. Как вам музыка? Темные ритмы, жесткие пульсации. Они пробуждаются во мне что-то первобытное. А в вас? Проводим. Мне нравится музыка Азарь. Не, не, не. Изгнание 10. Я понятия не имею, что такое изгнание 10. По-моему, я сейчас... Так, нельзя сказать так. Подожди. Я сбегу к твоей мамке и спрошу. Вот по поводу музыки. Я вообще-то склоняюсь сказать, что мне не нравится музыка. Я вояка, блин. Я старый солдат. Но изгнание 10. Что такое изгнание 10? Давай ляпнем. Я люблю группу изгнания 10. Они у меня в голове переворачивают все вверх дном. Скоро у них будет концерт. Нам стоит пойти вместе. В здешней музыке можно забыться. Вы знаете, что есть способы дополнительно усилить ощущения? Вроде Хеликса. Как вам Хеликс? Он обволакивает мою душу. Кажется, у нас есть общие интересы. Короче, пока, наверное. Думаю, мне пора идти. Правда, я думала, мы полазим. Ну, давай. Пожалуй, я тоже. О, я уже успела испугаться. Блин, о чем с тобой еще раз говорить? Путешествия, юстицары, семья. Я путешествовал по всей галактике. Это сильно меняет человека? Как вы считаете? Я люблю опасность. Настоящее путешествие означает посещение опасных мест. Таких, где можно увидеть вещи, которые никто даже представить не может. Да, путешествие, я порой оказываюсь в темных, очень опасных местах. Там, где творится насилие, насилие, самое откровенное проявление силы. Если ты сильнее всех, то у тебя есть власть. Да, так и есть среди детей. Сила воли. Что-то, мы не то ляпнули, да? Тот, кто стремится к своей цели радиодостижения, готов пойти на все, обладает силой власти. Хотите, уйдем отсюда? Я живу тут неподалеку, и я не против пообщаться наедине. Так, похоже, у нас получилось. Маринт. Отвлеките Маринт. Займите Маринт до прибытия Самары. Так. Турмовая винтовка. Данное исследование получено. Интересно. Я люблю поединки, особенно когда в глазах противника видно понимание того, что он слаб и скоро умрет. Маньячка, блин. Так, что еще тут у тебя есть такого интересного? Дверь. Теперь мы, наверное, не будем. О, Кроган. Подарок от поклонника у статуи индивидуальность сильнее, чем у него. Правда, ему удалось произвести на меня впечатление. Но закончилось так же, как он рассчитывал. Все не так, как он рассчитывал. Короче, он получил то, что хотел. Ну, понятно, ты его убила. Так, это что, шахматы? Мне нравятся игры, в которых противник начинает верить, что тут вот-вот победит, а потом погибает. Ты правда маньячка? Маньячка, маньячка. Постелька. Ой, елка у меня. Шеппорт, айди подальше. На всякий случай. Так, что там еще была? Выпивка была, да? Честно говоря, как-то вот по поводу пить. Я не совсем уверена. Если хочешь, у меня есть хеликс. Но мне кажется, что сейчас лучше оставить чувства чистыми, без химии. Так. Теперь, наверное, не стоит смотреть, я так думаю. Я люблю клубы, людей, движения, жару. До сих пор в ушах пульсация басов гремящих, как огромные боевые барабаны. Но здесь все звучит приглушенно, и вы в безопасности. Вы ведь этого хотите, Шеппорт? Безопасность, фикция. Я скажу нет. Я предпочитаю сражаться, а не прятаться. Лучше взять свою судьбу в руки. Никогда не понимала стремления к безопасности. Некоторые из нас предпочитают что-то иное. Независимость лучше покорности. Кажется, в этом мы похожи. Я не думаю, что я сильнее. Сейчас возьми, не хватает мне злости. Да, Марнит, мы не похожи. Нам приходилось много убивать, но на этом сходство заканчивается. Но, дорогой, почему ты так говоришь? Откуда ты знаешь? Не надо со мной играть. Посмотрите мне в глаза и скажите, что хотите меня. Скажи, что ради меня пойдете на убийство. Что готова на все. Сурпрайз, мазефака. Даже не надейся. Но кто ты? Ах, вот оно как. Стерва нашла себя помощника. Мама, не называй меня так. Я не могу перестать быть твоей дочерью, мама. Ты перестала быть я давным-давно. Воу. Каким образом? Мое действенное преступление родится с этим даром. Хватит, Марин. Я генетическая судьба Азари. И они не готовы принять это. Так что я должна умереть. Ты лишь заболевание, которое нужно искоренить. Я так же сильна, как и она. Позвольте мне присоединиться к вам. Я поклялась помочь вам, Шепард. Нужно завершить дело. Да ладно. Еще можно и выбирать. Не, ребята. Я не буду убивать Самару. Конец истории, Марин. И это меня они называют монстром? Я помогу тебе обрести мир в объятиях смерти. Я готова покинуть это место и заняться своими делами. Что насчет вас? Хотите поговорить со случившимся? Шепард, то, что я должна сказать по вашему мнению. Я только что убила самую отважную и умную из моих дочерей. Мне нечего сказать. Я попробую сделать это потом, но не сейчас. Пока же проявите милосердие к старому сломленному воину. Давайте уйдем. Подожди. Надо рассказать матери, что мы... Пошли. Что-то мы стали получать по одному очку. Это очень плохо. Самара расправилась с Саардат-Якши. Она остается предана лишь Шепарду. Лично Шепарду. Преданность Юстицара остается под вопросом, но данное слово привязывает ее Шепарду. Лучше, чем могло бы быть, задание Цербера не будет поставлено под ее удар. Присутствуем в отряде Юстицар выполнило свое задание. К сожалению, тело Аардат-Якши не удалось получить для изучения. Генетические аномалии могут быть крайне полезны. Если бы удалось преодолеть ее антисоциальный настрой, подопытная могла бы стать ценным приобретением для отряда. Я так думаю, что не удалось бы преодолеть ее антисоциальный настрой, потому что она была, скажем так, свободным человеком, а тем не менее она избрала насилие, смерть и... По сути, была просто-напросто убийцей. Убивала для своего удовольствия, скажем так. Поэтому такое не лечится. Так, умение Самары повреждает нервную систему или электронные контуры цели, не давая ей восстановить здоровье. Восстанавливая здоровье биотика при использовании противорганических целей. Так, новое снаряжение для Самары. Урон штурмовой винтовки мы нашли, да? Кредиты 30 тысяч. А! Мы не ушли еще, да? Все, бипза для нас закрыта. Поэтому давай подойдем, где там была... О, где были эти личные апартаменты. Честно говоря, я вообще в шоке до сих пор. Апартаменты где-то сюда были, да? В принципе, мы на них смотрим, но... Куда они хотят еще дойти? Ну вот, закрыто. Блин. Да-да, конец-близок. Ладно, в таком случае мы покидаем Омегу. А не затекли нам к Арии. И сказать я о том, что произошло. По идее, она должна как-то, я думаю, на это отреагироваться. Что ты нуждаешь? Нет Ничего Бывает А почему к тебе не найти девушку? Похоже, тебе нужно расслабиться Есть у меня одна идея Она, правда, немножечко далековато Ну, как говорится, бешеной собаке Семь фарсеков Не крюк Жалко, что мы не смогли сказать ничего матери Возможно, надо было сказать, что есть еще дела Но на самом деле мне безумно жалко было Самару Она, конечно, тоже крепкий орешек И вообще азарив все Крепкий орешек Но Мне показалось, что надо было Увести ее оттуда Вопреки, может быть, даже тому Что мы что-то проморгали Или что-то пропустили Ну что, Келли Пока Бывай У меня с тобой тоже нету Нету желания общаться Какого-то противного, честно говоря Ну, на самом деле У меня не было сомнения Того, что надо выбрать Самару А не Марнит Но как-то все равно Блин Все равно Неприятно Поэтому изучим урон Штурмовой винтовки Еще больше, да Что у нас там еще? Так, и дробовик Стоит ли зайти к Самаре прямо сейчас? Не знаю Я думаю, что мы пойдем С вами кормить рыбок Кстати, да Вы говорили, что здесь Видны улучшения Все улучшения С синеньким Которые мы сделали На Нормандии Как видите Их достаточно много Я могу как-то более осмотреть Наверное, не здесь Куча компьютеров И ни один не ведет К просмотру Они есть Там, где есть улучшения Поехали в каюту капитана Давай, Шепард Надо снимать стресс Кормить рыбок Так, а улучшения у нас Только по поводу Брони Или по поводу всего Мышцы, кости Ангар для зондов Это все вот то, что касается Модуль взлома Вы все хихикали надо мной Нормальный модуль взлома Непрочитанные сообщения Нету ничего Ну вот Все нормально Все хорошо Давайте-ка мы здесь С вами, наверное, остановимся И встретимся в следующей серии А Шепард слегка отдохнет Поговорит с Самарой И пора делать, наверное, талии Да, и Джек У нас не за горами Единственное, что Если мы попросим Посмотрим Отряд Посмотрим нашего Шепарда Фактически У нас Герой Почти По полной И пора нам, наверное, делать Отступник Заполнять шкалу Отступника Ну, не специально А, как говорится Просто-напросто По смыслу Как получится Я думаю, что немножко героя мы там доберем еще Ну, и тут тоже что-то получится У нас есть четыре очка Ну что, вкачаем себе перегрузку По полной Давай Перегрузка, конечно, есть у других членов нашего экипажа Но я думаю, что ничего страшного Так, ваш импульс наносит настолько сильный урон синтетиком Что они взрываются после уничтожения Да Или на область Берем тяжелую Вот так вот Вот так вот Вот так вот, друзья Такие наши Да, плечико Что-то у нас затекло Улыкнулось Наверное, все-таки Марни немножко чего-то успела Но, тем не менее Все сделано Все выполнено Огромное спасибо всем Кто эту серию посмотрел Шепа будет отдыхать Я тоже А мы с вами увидимся В следующей серии Всего вам хорошего И пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok